Очень странно, это то же самое, как спрашивать Ой, а мне купить трусики в красный горошек или с цветочками? Вот так я вижу твой вопрос Не отпугнув его, как будто это голубь, к которому ты подходишь, и голубь сразу улетает Всем привет, меня зовут Оля Грейс, и я рада приветствовать вас на моем YouTube-канале И сегодня рубрика, которая называется Оля, помоги Название Оля, помоги выбрала, потому что в большинстве сообщениях пишут Оля, пожалуйста, помоги, Оля, помоги, просит о помощи Ну и некоторые из вас предложили вариант Оля, помоги назвать Оля, help, Grace, help И тоже там советы от Оли, или в принципе помощь Оли Но мне понравилось Оля, помоги Потому что я иногда дома так говорю Мама, помоги Когда вот мы дети, у нас проблема какая-то, мы говорим Мама, помоги мне Вот, Оля, помоги Мне почему-то это название понравилось, очень простое Поэтому это наша с вами новая рубрика Оля, помоги Где я помогаю вам разгребать ваши проблемы в вашей жизни Помогаю вам советом, как решить ваши проблемы И выйти из той или иной ситуации И жить, поживать, добро наживать Так что рекомендую вам устраиваться поудобнее И желаю вам приятного просмотра Ксюша Малькович пишет Мне 11 лет, перехожу в 5 класс В нашем классе половина мальчиков обзываются Бьет некоторых девочек И иногда даже без причины Вот однажды я заступилась за двух девочек И они начали обзывать меня И не только От тех девочек отстали Чтобы ты понимала Они заставляли обзывать меня весь класс Разные советы по поводу не обращать внимания Не помогают Это обидно Особенно, когда обзывают из-за имени Посторонние родители, учителя этого не замечают Самое обидное, что мне угрожает Пожалуйста, помоги мне, как поступить в этой ситуации Ксюша Нужно сказать родителям, что тебя шантажируют Это вообще уже как бы депрессуха полная идет И это нарушение твоих прав И ты должна еще записывать все на диктофон Чтобы доказать это людям Которые не будут верить ни тебе, ни твоим родителям Это единственный выход И совет вам, ребята Если вас обзывают, унижают Никогда не молчите в тряпочку Это самая большая ошибка Потому что это на руку обидчикам вашим А когда вы скажете родителям Родители будут жаловаться Скажут классному руководителю До директора дойдет Ох, тогда родители этих обидчиков вызовут И потом они такие шелковые будут Вы не представляете Так что говори родителям Это единственный вариант Дарья Шостик пишет Оля, такое дело Помоги, пожалуйста В общем, нравится мне один мальчик Я не знаю, как подойти Постоянно его вижу Так как город у нас небольшой Как мне привлечь его внимание Не отпугнув его Заранее спасибо Даша, ты это говоришь Не отпугнув его Как будто это голубь К которому ты подходишь И голубь сразу улетает Мальчик так быстро от тебя не убежит Просто подойди Скажи О, привет Меня зовут Даша Я тебя очень часто вижу здесь Ты где-то здесь учишься недалеко Все, и разговор завязан Я вот так со всеми знакомлюсь Я помню в музыкальной школе Вот так с каким-то пареньком познакомлюсь Я не помню, как его А, его Степа зовут, кажется Я вижу, он стоит в кабинете Там что-то как-то стоит Ждет кого-то Привет, как тебя зовут? Я Оля И в общем, я узнала, что он в первом классе по фортепиано Учится А я в тот момент была в четвертом классе Я такая, о, так это легко Вот это вот так играть С этого вот так Здесь нужно руку так поставить Он такой, то ты все знаешь И мы так разговорились Все, поболтали номерами Обменялись, попрощались Когда уже учителя нас позвали Ну, было прикольно Ничего страшного нет в том, чтобы знакомиться с людьми Это ваши внутренние какие-то дурацкие установки Которые вы сами себе навязываете Просто подошел, познакомился Ничего страшного Как говорится, за спрос не бьют в нос Так что дерзай, иди знакомься Рита Морошкина пишет У меня старый глючный телефон Поэтому бабушка по папиной линии Предложила мне копить деньги И в августе купить телефон Мы договорились за 10 тысяч Срок купить шестой айфон За 10 тысяч Шестой айфон? За 10 тысяч Это что-то, наверное, китайская поделка Я живу в Омске И это средняя цена за такой телефон Ну, не знаю Деньги у нас есть Но не знаю, с кем пойти за телефоном С мамой или отчимом не получается Так, отчим на работе все время Точнее на работах А мама будет с детьми сидеть В конце июня, начале августа Двойняшки родятся А мама не очень хотела, чтобы я покупала телефон У нас заходил разговор год назад на эту тему Бабушка предложила все равно купить Но что сказать маме? Типа то, что папа купил Отдал Или то, что лично от нее Или она Или на учебный год подарок Или сыграть Сыграть На положении, что дети родятся Типа не до телефона будет Кстати, мне телефон очень нужен Мама год назад говорила Может и в шутку Но типа если покупать то айфон Чтобы надолго и не глючный Мой телефон просто часто так перезагружается И пишет типа запуск приложения Загрузка где-то 20-30 минут Длится и сенсор иногда не работает Бывает вообще сам включится Пароль не просит И типа вот возьмет у меня телефон кто-нибудь И все делай с ним что хочешь Хотя пароль 8 цифр Часто не могу вызов принять А это тоже нередко случается Например что-нибудь срочно Или важно перезагрузка Долго выхода Часто не бывает И после обновления прошивки Вместо 7 доступных гигабайт памяти Осталось 4 Помоги пожалуйста что делать Что сказать родителям Когда купим новый телефон Вот вопрос Знаешь это Рита Это очень странно Это то же самое как спрашивать Ой а мне купить трусики В красный горошек Или с цветочками Вот так я вижу твой вопрос Но если тебе нужен телефон Купи и скажи родителям Что нужен телефон Но за 10 тысяч рублей Айфон 6 С рук Ты уверена что это будет хороший телефон 100% это китайская поделка Будет с рук Я рекомендую покупать Даже не рефаблетный Типа переустановленный телефон А просто пойти в специализированный центр Или пойти в магазин Где телефоны продаются Купи себе Можешь не 6 Купи себе SE Который реально классно работает Начинка у него как у 6 А камера даже лучше И он 6 3 немножечко Чем 6 Так что можешь взять SE Он еще в кармане Хорошо помещается На себе проверила И я сама довольна этим телефоном Почему нужно в официальном магазине покупать Там идет гарантия От магазина 1 год И по законодательству Той страны в которой ты находишься А в основном страны СНГ По законодательству страны 2 года идет гарантия на телефон А если ты покупаешь телефон с рук Никто тебе никакую гарантию не дает И кинуть тебя могут А так ты взяла телефон Если он не понравился В течение 14 дней Ты можешь молча без любых вопросов вернуть его Либо в течение года Поменять его на другой Если он перестанет работать Или еще что-то Хотя айфоны работают долго И хорошо Поэтому Ну вот Гарантия есть А то что ты срок купишь На тебя реально киданут Поэтому иди покупай в магазине И если тебе нужен телефон То иди покупай Если Ты боишься Что на тебя будут давить родители Не покупай Ходи вообще без телефона Если тебя задолбывает телефон В общем ребята Это были все мои рекомендации На ваши проблемы Которые вы прислали мне Я надеюсь что Хотя бы кто-то из вас Увидел Себя в этих проблемах И услышал ответ Который он Хотел получить Но не знал как поступить В той или иной ситуации В общем Дерзайте ребята Я всегда готова вам помочь советом И если есть проблемы Пишите мне Вконтакте В личные сообщения Вконтакте Если будет под видео Я это даже рассматривать не буду Так что в личные сообщения И реально по делу Если у вас проблема Подобная была в видео Озвучена То не нужно мне писать Опять же С подобной проблемой В личные сообщения Потому что подобные истории Больше попадать в видеоролики Не будут Я надеюсь что это видео Было вам интересным Полезным И если это так То ставьте пальцы Вверх под этим видео Также подписывайтесь на мой канал Это красная кнопочка Под этим видео Обязательно жмите на колокольчик Чтобы первыми узнать О всех моих новых видео Обязательно делись этим видео С друзьями Чтобы они тоже знали Что есть возможность Решить их проблемы Может они мне тоже Вконтакте напишут Ну а с вами как всегда Была я Оля Грейс И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok